Ассаляму алейкум, уважаемые зрители Алифт-ТВ. На минувшей неделе активизировался процесс так называемой нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Сионисты планомерно идут к своей цели – максимально обезопасить свое незаконное образование. Ключевым игроком в этом процессе выступает Саудовское королевство. Авторитарному режиму никто в стране не может противодействовать, хотя очевидно, что граждане против мнимой нормализации, которую они связывают с очередным предательством интересов мусульманской уммы в Палестине. Какие требования в этой связи могла бы выдвинуть Саудовская Аравия в обмен на установление дипломатических отношений с Израилем? Саудовская Аравия Поэтому для Саудовской Аравии хотела бы получить твердые обязательства со стороны Вашингтона по этому поводу. Да, и это одно из условий примирения, которое выдвигает Саудовская Аравия, чтобы события, которые произошли в сентябре 2019 года, когда завод Арамка был атакован, чтобы такого не повторилось, а в случае таких атак США поддержали бы Саудовскую Аравию в ответных силовых акциях. Когда они оставались бы просто наблюдателем. Это первое. Ну и второе, конечно, это для Рияда важно получить, опять же, гарантии того, что будут продвижения или подвижки в палестинском вопросе. Потому что не стоит забывать, что Саудовская Аравия в 2002 году обнародовала или выступила с так называемой Сарабской Депокларацией, где одним из требований по мирному договору с Израилем, по нормализации отношений с Израилем является именно создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. И вот с этой позиции Рияд продолжает выступать, и пока от нее он не отказывался. Вот эти два принципиальных вопроса, по которым пока что нет подвижек, пока что нет никаких решений, и все разговоры пока идут вокруг дополнительного, да, третьего вопроса. Это вопросы ядерной программы Рияда, который сам по себе не может, в общем-то, разблокировать решение этих двух и привести к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. И поэтому будет все зависеть именно от этих двух вопросов. То есть о гарантии безопасности со стороны Вашингтона, во-первых, и, во-вторых, о вопросах независимого палестинского государства. В вопросе так называемой нормализации между Саудовским Королевством и Сианистским Израилем большую роль играют Соединенные Штаты Америки. Они разыгрывают антииранскую карту. Иран является самым опасным игроком не только в Ближневосточном регионе, но во всех странах, где проживают мусульмане. Главную опасность для мусульман-суннитов представляет идеология шиизма, которую Иран пытается распространить любыми способами. Шиизм стал для иранского режима своего рода инструментом влияния, подчинение себе все большего количества мусульман во всем мире. Посредством его распространения Иран старается укрепить свое влияние, а для этого нужны группы в различных странах, которые помогут им в этом. С точки зрения ислама, какой грех лежит на тех, кто считает себя шиитами? Являются ли они полноценными мусульманами? Сыщи Аллах, Субхану Ата'ала, говорили в Коране, что те, которые разделили религии на разные направления, на разные партии, они не от тебя, ну, то есть не от Мухаммада, саллаллаху алисаляму. Такая тенденция у некоторых мусульман создавать движение, течение и назвать себя даже не мусульман, а назвать себя мы шиити, мы тазлити, мы это. То есть эта любовь к названию не исламской, и минимум или редко называть себя мусульманами, они больше, наоборот, привязаны к какому-то названию. И, к сожалению, их старания приводят к расколу среди мусульман. Это, конечно, не угодно Всевышленному Аллаху, Субхану Ата'ала, и противоречит путь Мухаммада, саллаллаху алисаляму. Даже когда они говорят, что якобы мы ради Мухаммада, или мы любим Мухаммада, или мы последователи рода Мухаммада, саллаллаху алисаляму, на самом деле они неправду говорят, потому что их дела как раз доказывают обратное. Мы видим, что якобы любовь к какому-то определенному количеству сподвижников, пророку алисаляму, а другие они ненавидят и сомневаются в них. Откуда мы получаем знания исламские? Как мы узнаем о нашем Господе? Как мы узнаем слова нашего пророка, саллаллаху алисаляму? Только как через этих людей. Это даже обвинение, что пророк, алисаляму, не воспитывал людей правильно. То есть если они все стали листерами и кафирами, после него развито, допустимо. Поэтому надо возвращаться к истокам, к Курану, слова пророка, саллаллаху алисаляму, и уважать именно тех, которые были вокруг Мухаммада, так как в Куране Аллах их хвалит и говорит, что он доволен ими. Мы не имеем права осуждать и не верить в них. Мы понимаем, что они люди, что они не святые, но нельзя допустить, что они стали лицемериями, кафирами, врагами ислам. И делать нашу религию сплошной траур, печаль, оплакивание, и жить в событиях, которые были 1400 лет назад, я считаю, что это очень... Только делать нас слабее, вызывать расколы, ненависть между мусульманами. А мы должны объединиться вокруг слова тавхида и выполнять свои миссии в этом мире. Вместо того, он ненавидит, сидит и оплакивает события, которые 1400 лет назад. Мы даем выводы из истории, но мы не живем в этой истории и не уходим оттуда. И не испытывая ненависть с тем, которые говорят о том, что нам нужно покаяться и справиться, иншаллах таалла, и с другими своими братьями объединиться. И уходить эти понятные монархисты. Мы же не монархисты, что верим, что есть святой род, и только они могут быть главными, что они особенные. Только потому, что родились в этой семье, это не так. Да, мы любим Мухаммад, любим его родственников, но не переходим к границе разумного. Субхану Аллах дал нам еще интеллект и разум, чтобы мы тоже были разумными. Это абсолютно необоснованно ни Кураном, ни Сунной, и противоречит здоровой мысли и логике. Поэтому, конечно, греховно следовать по каким-то течениям и уходить от ислама только из-за того, что удовлетворить свою исключительность. Мы лучшие, мы самые умные, мы самые правильные. И все, кто нас ненавидит, это несправедливые, это тираны. Это все, к сожалению, плохая дорога и только приносит выгода только врагам ислама. Непоси Аллах. Дорогие зрители Алиф ТВ! Если у вас есть, что добавить к анализу наших экспертов, вы можете поделиться этим в комментариях. А чтобы глубже понять происходящее вокруг вас событие, подпишитесь на нас и не забудьте включить уведомления. Вы также можете поддержать нас, став спонсорами канала, отправив от ста и выше рублей. И самое главное, делай дуа за благополучие нашего с вами канала. Мира вам и благословения Всевышнего! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok